Более половины россиян опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом. И такое же количество наших сограждан ограничительные меры, существующие в стране, считают скорее адекватными текущей ситуации. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос проводился в связи с пришествием очередной пятой волны инфекции и нового штамма омикрон. О нем мы поговорим чуть позже. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Первая в этом году программа. Надеемся, в этом сезоне будем также интересны для вас. Итак, сегодня вы узнаете. Российской Федерации функционирует всего 10 подобных центров мирового уровня. Разработки мирового уровня. В чем заключается работа научных центров мирового уровня? Политика, культуре, помощь. Как Митимир Шаймиев помог Казанскому университету? Сколько это времени займет, сейчас сложно говорить. Если кто-то надеется, что последний год, 100% не последний. Омикрон среди нас. Будет ли конец пандемии коронавируса? Мы сегодня видели много замечательных ребят, которые стали победителями, призерами. Спрограммированы на знания. Как лицеисты КФУ победили в Республиканской Олимпиаде по информатике. Заседание Наблюдательного совета научного центра мирового уровня состоялось на этой неделе в Казанском федеральном университете. Его название – «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Это единственный в стране центр в части научно-технологического развития в области экологически чистой ресурсосберегающей энергетики. Эффективного регионального использования недр и биоресурсов. Здесь также проводятся исследования, которые должны помочь российской экономике в обеспечении недорогой и экологичной нефтью. Заседание провел президент Татарстана Рустам Мениханов, который является председателем Наблюдательного совета научного центра. КФУ – координатор данного центра. В состав консорциума входят лидеры в области исследований нефтегазовых месторождений и создания новых технологий добычи нефти России. Эльвина Минобуддинова о том, какие были приняты решения в ходе заседания Наблюдательного совета. Сегодня мы рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах, его фундаментальные результаты, новые технологии, разработанные учеными центрами и их практическую реализацию в нефтегазовом секторе экономики. Зал Попечительского совета Казанского федерального университета. Именно здесь прошло заседание Международного наблюдательного совета. Он создан для реализации проекта научного центра мирового уровня по стратегическим направлениям технологического развития России. В 2020 году КФУ стал главным исполнителем по гранту на реализацию мероприятий. Они были направлены на создание научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Что и позволило Казанскому университету в этой новой для нас области мы теперь на самые передовые позиции не только в России, но и в мире. В состав центра входят четыре ведущих вуза – Казанский федеральный университет, Сколковский институт, Уфимский университет и Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Основные задачи центра – исследование и разработка технологий, технология геологоразведки, поиск полезных ископаемых для оптимизации выработанных месторождений, а также разработка технологий. Они позволят повысить эффективность добычи углеводородов различного класса, как трудноизвлекаемых, так и той нефти, что осталось на старых месторождениях. Научный центр мирового уровня наш уже функционирует с 2020 года. Действительно, у нас есть уже свои наработки, которые мы внедряем, которые мы совместно с компаниями реализовываем. К примеру, это технология геологоразведки, беспилотная технология, когда наши ребята в составе сервисных геофизических компаний выезжают в поля, а поля достаточно могут быть далеко расположены, это может быть Восточная Сибирь или Западная Сибирь. Ну и таким образом мы уже охватили несколько лицензионных участков, детализировали разведку этого месторождения и запланировали первые геологоразведочные скважины. Развиты направления по локализации осаточных запасов на гигантских месторождениях, а также автоматизация процессов, которые связаны с добычей углеводородов. К ним относятся, например, автокустование, возможность автоматически подобрать расположение качалок на земной поверхности. Химический иммун и газовый иммун – это технологии, которые используются для повышения нефтеотдачи, применены на разных месторождениях, в том числе в Татарстане. На сегодняшний день складывается ситуация, что на российском рынке необходимы технологии, которые показывают, каким образом, с помощью какого оборудования достичь максимально эффективной закачки. Я вот отметил бы, что от месторождения к месторождению состав и свойства попутного нефтяного газа изменяются, поэтому для, соответственно, правильной разработки, а это может быть не только одна, это может быть совокупность нескольких технологий, да, очень важно понимать, к какой траектории необходимо двигаться. Основная практическая польза – снижение себестоимости добычи нефти и повышение эффективности. А это использование в разработке запасов, которые нельзя было бы добыть, используя существующие технологии. Технологии базируются на применении экологичных методов, при которых утилизируются углекислые и попутные газы. Мы работаем над несколькими направлениями в области увеличения нефтеотдачи. Это газовые методы, это химические методы, это тепловые методы. С точки зрения газовых методов мы работаем над технологией утилизации парниковых газов, это закачка углекислого газа, попутно нанесенного газа в пласт. За счет этой закачки мы можем повысить добычу нефти. Второе, мы работаем над разработкой специальных химических реагентов, которые тоже закачиваются в пласт, и за счет изменения определенных свойств, таких как смачиваемость, межфазное натяжение уже в пласте, мы можем достать ту нефть, которая там есть. Кроме методов увеличения нефтеотдачи, внутри НСМУ проводится работа над созданием российского оборудования и методик, которые позволят быстро и точно определять свойства и состав нефти и нефтепродуктов. Эти данные необходимы для подбора оптимальной технологии добычи нефти, а также для проведения дальнейших процессов, как, например, оценки свойств нефтепродукта. Здесь у нас в реакторе показывают температуру, как в рубашке, так и внутри системы, давление внутри системы, и также можно задавать определенное количество оборотов. Если это нефть, в случае, если это порода, то нам включать обороты мешалки не нужно. В лаборатории Института химии в рамках научного центра сотрудники занимаются разработкой так называемых внутрипластовых катализаторов для паротепловой добычи нефти, используя способ термической обработки. Помогаем нефтяникам при термических методах добычи увеличить коэффициент извлечения нефти, улучшить фильтруемость нефти в пласте, повысить содержание легких фракций, бензин, керосин, дизель, всем известно. Естественно, снизить вязкость, которая так важна нефтяникам при подготовке и транспортировке, и, конечно же, переработке нефти, которая в дальнейшем уже будет поступать на нефтеперерабатывающие заводы. Работа над исследованиями происходит с различными кафедрами и лабораториями внутри Института геологии. Взаимодействие происходит также между Институтами химии и Центром микроскопии. Сейчас задача консорциума входит в повышение эффективности технологий, разработка новых полимерных систем, которые по свойству не уступали бы место зарубежным аналогам. Как отметил Рустам Мениханов, результаты исследований в рамках данного центра должны найти применение в первую очередь в отечественных нефтяных компаниях. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». Архитектором современной модели государственности Республики Татарстан назвал Ментимир Ишаймеева нынешний президент Татарстана Рустам Мениханов. Первый президент Республики, государственный советник Татарстана Ментимир Шаймеев на этой неделе отметил свое 85-летие. Конечно же, Ментимир Шарипович – политик мирового масштаба, но не все знают, что он является почетным доктором Казанского федерального университета. Он внес неоценимый вклад в развитие университета. Именно благодаря его активной поддержке в 2010 году ВУЗ получил статус федерального, стал участником специальной программы развития. При содействии Ментимира Шариповича комплекс астрономических обсерваторий КФУ вошел в предварительный список ЮНЕСКО. Его участие в деле сохранения и возрождения культурного богатства Татарстана – это отражение тех принципов, которые он неизменно отстаивал в своей работе. Это межнациональное и межконфессиональное согласие, право каждого народа на сбережение своей самобытности и важнейших общественных ценностей. За выдающиеся заслуги перед государством Ментимир Шаймиев в день своего рождения был награжден высшей наградой России – орденом святого апостола Андрея Первозванного. Казанский федеральный университет присоединяется к многочисленным поздравлениям в честь юбиляра. Сердечная благодарность за активное участие в ключевых вопросах научной и образовательной работы в сфере истории и культуры. Здоровья, долгих лет жизни и работы на благо Татарстана и России. Пятая волна новой коронавирусной инфекции, о которой мы говорили в начале программы, вот-вот настигнет татарстанцев. Врачи ждут высоких показателей заболеваемости. И виновник этого – быстро распространяющийся штамм инфекции – омикрон. Он значительнее заразнее всех предыдущих своих собратьев. Что это за штамм? Будет ли конец инфекции? Об этом мы поговорили с доцентром кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павлом Зеленихином. Здравствуйте, Павел Валерьевич. Здравствуйте. В эти дни во всем мире растет заболеваемость коронавирусом. Основная причина, как говорят в СМИ, штамм омикрон. Расскажите о нем и почему он все-таки оказался самым легко передаваемым. Так получилось. Действительно, появление новых вариантов коронавируса было достаточно вероятным событием. И чем больше людей в мире одновременно болеет, тем вероятнее это. И, собственно говоря, вот такой штамм появился. Это был вопрос, по большому счету, времени. И это произошло. Его отличия достаточно интересны тем, что у него достаточно большое количество разнообразных мутаций. Именно в спайк-белке, при помощи которого коронавирус прикрепляется к нашим клеткам. И эти мутации позволяют ему более эффективно эти клетки заражать. Собственно говоря, что мы и видим. Заразность нового варианта коронавируса оставила за спиной далеко все остальные варианты коронавирусов. И, честно говоря, многих других вирусов человека. А вот, кстати, говорят, что чуть легче протекает болезнь при заражении именно штаммом омикрон. Ну, на сегодняшний день действительно появляется достаточно серьезный массив данных, который позволяет это сказать. Действительно, заболевание происходит по более легкому сценарию. Вернее, у меньшего количества людей, заболевших штаммом омикрон, вызывает серьезное осложнение здоровья. То есть, по-прежнему встречаются люди, которые при заболевании омикрон страдают очень сильно. Но процент таких людей среди заболевших меньше. По прогнозам правительства России, рост заболеваемости коронавирусом на стране наступит в феврале именно штаммом омикрон. Вы согласны с этим? Да, безусловно. Он активно вытесняет другие штаммы коронавируса из популяции. И, собственно говоря, на сегодняшний день уже в самых крупных агломерациях России, там, в Москве, в Санкт-Петербурге большую часть новых заражений – это вариант омикрон. То же самое произойдет и у нас. И действительно, где-то в феврале месяце, до весны, по крайней мере, у нас будет значительный пик заболеваемости, превосходящий по своим размерам все те, которые уже были до этого. Собственно говоря, это видно по тем данным, которые мы получаем с Запада, Соединенных Штатов Америки, из Европы, где уже страны очень многие подошли либо к пику, либо уже немножечко перевалили через него, в частности, например, из Великобритании. Ну вот, кстати, другие страны, я слышал, что снимают некоторые ограничительные меры. Это что значит? Они уже победили или смирились с пандемией? Как считаете? Мне сложно сказать. Все тут политизировано настолько, что истинно такие биологические резоны зачастую ставятся во второй эшелон, на них обращают внимание во вторую очередь. Но на сегодняшний день можно точно сказать, что на пике заражений в той же самой Англии количество людей, которым потребовалась госпитализация и помощь в отделениях реанимации, было примерно таким же, каким и на всех остальных пиках на предыдущем, который вызвал вариант Дельта. А вот как работает прививка от коронавируса именно в данном случае? На сегодняшний день тоже можно сказать, что действительно в иммунитет, созданный либо болезнью, либо вакцинацией против других вариантов коронавирусной инфекции, против штамма Omicron, работает хуже. Мы видим, что от того, чтобы заболеть, вакцинация защищает плохо, но очень неплохие цифры среди тех лиц, которые были вакцинированы и заболели, потому что количество госпитализаций, вакцинированных, а впоследствии заболевших вариантом Omicron людей, очень мало, то есть в отделениях интенсивной терапии находится преимущественно невакцинированное. Это уже, по-моему, четвертый штамм коронавируса с 2020 года. Когда это все остановится и ждать ли новых штаммов? Вот еще важный вопрос. Omicron, еще, честно говоря, с нами не закончил. За вот эту волну ближайшую мы все, безусловно, не переболеем. По разным оценкам, сейчас уже начинают публиковаться прогнозы, переболеет до 15, ну, может, максимум 20% людей в эту волну. И, конечно же, коллективный иммунитет к варианту Omicron, это количество переболевших тоже нам не даст достигнуть. И сам Omicron еще вызовет еще одну волну, а может быть, и не одну, летом, может быть, с этого года. Это вполне вероятно. Вот вспоминаются периоды борьбы с эпидениями птичьего, свиного, гриппа, эбола, по-моему, да. И все-таки тогда не было столько ограничений, вот человечество не такой продолжительный промежуток времени находилось, по сути говоря, в напряжении, в режиме социальной дистанции проходила вся жизнь. Вот сейчас, когда спрашиваешь, говорят, ну, такая сейчас жизнь, да, почему так происходит. А вот с вашей точки зрения, это действительно мы уже перешли там на следующий этап развития, условно говоря, когда вот вирусы с нами будут жить и от них никак не уйти. И не в том смысле, что будут пассивно себя вести, да, вот так активно заставляя нас менять привычный образ жизни. Нам не очень повезло, на самом деле, вот именно с этим коронавирусом. Он все-таки недостаточно летален, чтобы на него серьезное внимание обращали и вводили там жесткие ограничительные меры, локдауны, карантины, чтобы можно было его изолировать в какой-то части, не дать распространяться. Как это делается, например, для многих пандемических форм гриппа, они там и животных уничтожают, и там жесткие карантины объявляют, если какой-то особо серьезный штамм гриппа появится. И одновременно с этим он очень заразен и все-таки значительно летальнее, чем тот же самый вирус гриппа. Поэтому я считаю, смиряться с тем, что мы вот все переболеем коронавирусной инфекцией, и там все будет замечательно, нельзя, потому что если мы переболеем, это означает, что умрет как минимум 2% от людей, а на самом деле 2% очень много. Кто с этим согласен, ну, честно говоря, думаю, никто. Поэтому бороться с этой инфекцией необходимо, принимать меры необходимо, и ожидать, что как-то все постепенно устаканится. Но сколько это времени займет, сейчас сложно говорить. Если кто-то надеется, что последний год 100% не последний, 2-3-5 лет может это все продлиться до тех пор, пока не будут разработаны эффективные и отработаны меры профилактики и контроля, и одновременно с этим не появятся хорошие вакцины в достаточном числе, которые позволили бы эффективно, ежегодно, ревакцинироваясь, держать эту инфекцию под контролем. То есть, подытоживая, нам нужно достаточное количество вакцины и вакцинируемых. Безусловно, в первую очередь, да, это главное, то, к чему надо стремиться. Не просто укололся один раз и думаешь, что все хорошо, а делать это с определенным графиком постоянно для того, чтобы поддерживать иммунитет в актуальном состоянии. Это единственный вариант такой вот борьбы. А лекарства, как думаете, стоит ждать? На сегодняшний день, к сожалению, с лекарствами не против коронавируса только, а в целом против вирусов, с прямым противовирусным действием, это большая проблема, их наперечет, и, к сожалению, к коронавирусу они не очень подходят, те, которые есть. А те средства, которые против коронавирусной инфекции созданы на сегодняшний день, их хотя и распространяют, прописывают и так далее, они не слишком эффективны. Надеяться надо, то есть препараты могут появиться, вероятность этого не такая уж и нулевая, но вот сейчас можно сказать, что полноценного эффективного противовирусного препарата по таблетке, который съел, и все, можешь забыть о болезни, не существует. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Пожалуйста. До свидания. В какое путешествие могут отправиться студенты Казанского университета? Во второй части программы также смотрите далее. Мы сегодня видели много замечательных ребят, которые стали победителями, призерами. Спрограммированы на знания, как лицеисты КФУ победили в Республиканской Олимпиаде по информатике. От очерка к очерку он исследовал современный ему средств повседневный по преимуществу провинциальной жизни на переломе 70-х годов. Пророк России. Каким был Салтыков Щедрин и что хранится из его наследия в КФУ? В России принято широко отмечать день студента. Однако мало кто знает, что существует и другая дата – день аспиранта. Его отмечают 21 января. В КФУ обучаются аспиранты из 45 стран мира. В Казанском университете готовятся к защите кандидатской диссертации более 1300 человек. Среди них 236 иностранцев. Есть в КФУ и семейные пары аспирантов. Они учатся и работают в сфере медицины, психологии, юриспретенции, физики, геологии. Это ребята, которые решили связать свою жизнь не только с основной профессией, но и наукой. Поздравляем всех аспирантов. А о том, какие еще интересные события произошли в Казанском федеральном университете, расскажем в нашем дайджесте. Открытие филиала КФУ в Джизаке обсуждалось на этой неделе в ходе визита в Узбекистан делегации из Татарстана. В нее вошел и временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Напомним, открытие филиала запланировано на 1 сентября. Детали и вопросы нового учебного заведения обсудили во время встреч с хакимом Джизакской области Эргашем Салиевым, с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана и с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым. Елабужский институт КФУ может стать базовым партнером Ожского университета Киргизии. Такое предложение было озвучено во время встречи руководства Казанского университета с делегацией из Кыргызстана. Также гости проявили желание участвовать в курсах повышения квалификации преподавателей от КФУ. Напомним, взаимодействие с организациями Республики Кыргызстан проходит в рамках дорожной карты по активизации сотрудничества между кабинетом министров Киргизии и правительством Татарстана. Мы надеемся, что связь с вашим вузом окажет нам наибольшую пользу в сторону развития системы образования и просвещения. 16 января мы были в Елабужском институте Казанского федерального университета. Там мы ознакомились с основными положениями и достижениями. В связи с этим мы надеемся, что Елабужский институт будет нашим базовым партнером в деле сотрудничества с Казанским федеральным университетом. Сунц-АйТи лицея КФУ подвели итоги регионального этапа Олимпиады по информатике. В этом году ее участниками стали 228 учащихся республики. 76 из них стали победителями и перезерами. Больше всего отличились школьники лицея имени Лобачевского и АйТи лицея КФУ. Для получения диплома о высшем образовании они могут выбрать Казанский федеральный университет. Замечательно, что Олимпиада проходит в стенах специализированного учебно-научного центра. Мы здесь ее проводим уже второй раз подряд. И проговорили с министерством, чтобы эта Олимпиада действительно традиционно проходила уже в стенах именно Казанского федерального университета. Поскольку она профильная для АйТи лицея, мы сегодня видели много замечательных ребят, которые стали победителями и перезерами этой Олимпиады. Ряд ребят ждут международные, федеральные этапы. И мы желаем им успехов. Казанский федеральный университет занял второе место в России по количеству иностранных обучающихся. Сейчас в КФУ более 10 тысяч студентов из-за рубежа и 101 страны мира. Это почти на 900 человек больше, чем в прошлом учебном году. В середине января 210-летия отметила Метеорологическая обсерватория Казанского федерального университета. Свою работу она начала еще в 19 веке на базе Императорского казанского университета под началом профессора физики Франца Бронера, приглашенного из Швейцарии. Она считается в России третьей по продолжительности непрерывных наблюдений. Через Казань раньше проходили экспедиции Беринга. То есть здесь у нас уже был опыт определенных метеонаблюдений. Мы вели эти метеонаблюдения учителя казанских гимназий. В Казанском университете стартуют поезда здоровья. Это необычные спортивно-оздоровительные выезды. О них мы поговорим с ведущим специалистом отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике КФУ Максимом Гавриловым. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, расскажите, пожалуйста, подробнее об акции, кто в ней принять может участие и кто ее организатор. Ну, спортивно-оздоровительные выезды и поезд здоровья – это в первую очередь мероприятие для студентов и сотрудников нашего Казанского федерального университета. Под собой они подразумевают выезды на территорию астрономической обсерватории КФУ, где студенты и сотрудники смогут прокатиться на лыжах. Кто-то в первый раз попробовать, кто-то просто поддержать физическую форму. Кому это лыжи не очень заходят, тот может погулять в лесу, подышать свежим воздухом. Все-таки это хороший отдых от города. А в каком формате проходит поезд здоровья? Как вообще процесс организован? Ну, поезд здоровья уже проходит далеко не первый год. И в связи с пандемией мы переехали, скажем так, в астрономическую обсерваторию. Отправляются автобусы от КСК КФУ Уникс. Автобусы, конечно, количество мест ограничено, 43 человека. Мы едем на территорию астрономической обсерватории, где выдают на лыжной базе лыжи. Мы пока объясняем технику безопасности, правила, и они отправляются на лыжную трассу. Кроме того, запланирован, разумеется, чай, горячее питание. После того, как они пообедают, проезжает также автобус, и мы отправляемся обратно в Казань. А кто первым отправляется в это оздоровительное путешествие? Есть какой-то график выездов или все это по заявкам? Да, график, конечно же, есть. В этом году открывают поезда здоровья иностранные студенты, которые остаются на время каникул в Казани. Первый выезд у нас состоится 29 января. В 10 часов автобус отправится. Первые 4 выезда у нас будут ездить иностранные студенты. А потом уже присоединяются институты. Когда студенты вернутся с каникул, будем каждую субботу и воскресенье ездить. График можно узнать у замдиректоров по социально-воспитательной работе института или юридического факультета, либо в департаменте по молодежной политике. Я так понимаю, что студенты приезжают на базу, и если у кого-то нет, например, экипировки, он сможет покататься, и ему дадут лыжи для этого. Да, конечно, было закуплено более 100 пар лыж и ботинок лыжных разных размеров. Так что каждому студенту мы подбираем нужную пару обуви, лыжных ботинок и лыж. Если кто-то в первый раз, это в основном касается иностранных студентов, становится на лыжи, мы объясняем, помогаем, где-то провожаем. Их это очень радует, забавляет им, это интересно. Они сталкиваются с этой русской зимой настоящей. Да, бывает много падений, они не могут проехать много, но учатся и постепенно. Многие, кстати, иностранные студенты катаются не один раз, а попытаются попасть еще и еще. И с каждым днем, с каждым разом они улучшают свою технику лыжного катания. А вот цель данной акции, я так понимаю, не только в оздоровительном эффекте? Нет, конечно. Основная цель, конечно, оздоровительный эффект, привлечение наших студентов и сотрудников к занятиям физической культуры, подниманию общего уровня здорового образа жизни. Но кроме этого, поезд здоровья подразумевает собой неформальное общение студентов разных институтов. Где-то они общаются и с сотрудниками своих институтов. Именно вот эта неформальная обстановка помогает им сблизиться. Если все-таки спортивное мероприятие под собой подразумевает соревновательный характер, где каждому нужна победа, здесь это такая расслабляющая, добрая, дружественная атмосфера, которая поднимает и общий корпоративный дух Казанского федерального университета. Большое спасибо за интересную беседу. Встаем на лыжи. Ждем вас. Самый критичный, пессимистичный, не устаревающий писатель – речь о Салтыкове Щедрине. Михаил Евграфович в русской литературе занимает особое место. Ни один писатель не обличает российскую действительность так метко и беспощадно, как это делал он. При этом сам Щедрин к своим произведениям относился легко. Он полагал, что его сочинения не переживут пёстрых времён. Так он называл свои 1880-е. Однако его сюжеты спустя более полутора век повторяют те, что происходят сейчас. 196 лет исполняются в январе со дня рождения писателя-сатирика, публициста, чьи произведения ещё недооценены. Диагност наших общественных зол и недугов. Так отзывались о нём современники. А какие реликвии Салтыкова Щедрина хранит отдел редких книг Казанского университета, узнаем из нашей специальной рубрики. Имя классика русской литературы, а именно Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина, общеизвестно. Но, пожалуй, особо почитаемо оно было в советский период, в идеологию которого как нельзя лучше вписывались произведения писателя, бичующего сатирическим пером пороки старого мира. Михаил Салтыков Щедрина родился 15 января 1826 года в Тверской губернии. Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии, а мать же Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Фамилия Салтыков Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем надборного советника Николая Щедрина. По одной из версий взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр на всякого рода сарказмы. По другой он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых. Отдел рукописей и редких книг Казанского федерального университета также хранит некоторые произведения писателя, одни из которых у меня на руках. Первое произведение — это «Сатиры в прозе», 1863 года выпуска. Стоит отметить, что до этого момента произведения выпускались в журнале, и лишь в 1863 году выпускается книжная версия. Второе произведение имеет название «Благонамеренные речи». У меня на руках первый и второй том. Стоит отметить, что данное произведение было выпущено чуть позже, уже в 1880 году. Взятые в целом сатиры в прозе, объединяющие рассказы, очерки и драматические сцены 1859 и 1862 годов, это замечательная по своим идейным художественным достоинствам многосторонняя и яркая картина русской общественной жизни бурного периода 60-х годов. Сложное идейное содержание этих очерков и их своеобразие, литературная форма богата, насыщена сатирическими метафорами и фигурами эзоповского иносказания, ставит современного читателя перед известными трудностями и поэтому в первую очередь требует пояснения. Проще говоря, в развитии принципов сатирической типизации сатиры в прозе примечательны прежде всего началом процесса создания собирательных типов или же коллективных портретов, ставших одним из характерных черт щедренской сатиры. Благонамеренные речи формировались поначалу как публицистический журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность, отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х, середины 70-х годов. Так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемляет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации прореформенной России и судьба помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года. Благонамеренные речи – одно из синтетических произведений Салтыкова-Щедрина. От очерка к очерку он исследовал современный ему срез повседневный по преимуществу провинциальной жизни на переломе 70-х годов. Исследовательская задача определила специфические средства художественной изобразительности. Благонамеренные речи почти свободны от гиперболизации сатиры, элементов гротеска, столь типичных для метода сатирика. В последние годы писатель серьезно страдал от ревматизма. Помимо этого, состояние его здоровья ухудшилось после того, как в 1884 году были закрыты отечественные записки. Цензура посчитала издание распространителем вредных идей. Незадолго до смерти Салтыков-Щедрин был прикован к кровати, нуждаясь в посторонней помощи и заботе. Однако он не терял оптимизма и чувство юмора. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер в возрасте 63-х лет. Согласно его просьбе, его похоронили рядом с могилой Ивана Тургенева на Волковском кладбище. Амира Ахтямов, Хафиз Гараев. Итоги недели. Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти. Писал Салтыков-Щедрин. Перечитывайте классиков. В их произведениях много интересного. Начните год в бодром расположении духа. Новых свершений и открытий в нем. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова